Здравствуйте! В эфире Десна ТВ Новости. С вами Виталий Волков. Смотрите сегодня выпуски. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как меняется эпидситуация в Десногорске? Переведено было на этой неделе у нас два человека в 119 клиническую больницу. Осторожно, вода! Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих. Аккуратнее, у нас на территории Смоленской области уже три подростка погибло. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 29 июня в администрации Десногорска. На встрече говорили о текущей эпидемиологической обстановке в городе и об изменениях в нормативно-правовых актах, связанных с пандемией. Заседание началось с обсуждения горячей новости. В регионе приняли постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Данный документ был подписан 28 июня главным санитарным врачом по Смоленской области. Компания по массовой иммунизации населения от коронавируса пройдёт и в Десногорске. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо в срок до 30 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом либо однокомпонентной вакциной и в срок до 1 сентября вторым компонентом вакцины. Вакцинированные по организациям должны составлять не менее 60%. Количество вакцинированных первой дозой препарата уже превысило отметку в 7 тысяч человек. Второй компонент получили больше 6 тысяч человек. После введения обязательной вакцинации медучреждения ожидают увеличения этих показателей. В ближайшее время нам поступит ещё 600 доз вакцины гам-ковид-вак и ожидается поставка вакцины кови-вак, правда в небольшом количестве 100 доз. Для тех людей, у которых есть какие-либо серьёзные хронические заболевания, особенно у которых есть аутоиммунные заболевания. То есть 600 доз мы получим в ближайшее время. Некоторые жители объясняют нежелание вакцинироваться наличием у них серьёзных заболеваний. Специально для них в поликлинике организована комиссия, которая проведёт индивидуальное обследование и выявит наличие противопоказаний к вакцине, если они есть. Так как граждане обращаются по поводу имеющихся у них противопоказаний, у нас работает с сегодняшнего дня иммунологическая комиссия. Пациент должен сначала обратиться к врачу, а потом быть направлен на эту комиссию, если у него есть какие-либо временные или постоянные медицинские противопоказания для проведения вакцинации. Сейчас в Десногорске под наблюдением состоит 55 человек с новым заболеванием. В стационаре находится 46 человек, 23 из них с новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю два человека с тяжёлой формой протекания болезни были переведены в клиническую больницу номер 119. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. 26 июня в Москве прошёл съезд новой объединённой партии «Справедливая Россия» за правду. На съезде были утверждены кандидаты, которые будут представлять партию на предстоящих выборах в Государственную Думу. Кроме того, участники съезда единогласно приняли предвыборную программу партии «Справедливая Россия» за правду. О результатах съезда положительно высказались такие лица, как председатель партии Сергей Миронов, сопредседатель партии Захар Прилепин, депутат Государственной Думы Дмитрий Чепа и другие. 26 июня в Москве прошёл съезд новой объединённой партии «Справедливая Россия» за правду. Никогда ещё левопатриотические силы не выходили на выборы в таком сильном составе. На съезде были утверждены кандидаты, которые будут представлять новую партию на выборах депутатов в Государственную Думу. У нас мощная команда, мы стали втройне сильнее, нам всё по плечу. И во время избирательной кампании мы, как обычно говорят, все партии борются за власть, а мы будем бороться за наших граждан. Предвыборная программа партии «Справедливая Россия» за правду была принята единогласно. Конечно же, отдельная и важная история связана с нашей программой, когда вся наша сложная, разнородная, умная, взрослая, деятельная команда пришла к общим знаменателям по основному базису идеологическому. И, собственно, с этим мы идём на выборы. «Справедливая Россия» за правду сделала свой выбор. «Это действительно то, что нужно нашим людям. Это действительно то, что ждёт от нас избиратель». И Россия его поддерживает. «Безусловно, можно однозначно уже сегодня сказать, что объединение трёх партий послужило причиной появления абсолютно новых людей, как следствие абсолютно мощной боеспособной команды». О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. «За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 116 сообщений о происшествиях, из них 5 сообщений о преступлениях. Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе 53 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечён один человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека». Вода может принести не только облегчение и спасти от палящего зноя, но и стать причиной непоправимой беды, от которой не застрахован никто. Напоминания об опасностях, которые таит в себе водная гладь, должны непрерывно звучать в адрес отдыхающих. В этом уверены сотрудники спасательных служб. 26 июня сотрудники ГИМС провели информационный рейд по Десногорскому водохранилищу. Патрульная группа объехала все пляжи, окружающие водоём. Миссия спасателей – донесение до отдыхающих информации о правильном поведении на воде и контроль за соблюдением необходимого минимума для безопасности. Ведь в разгар лета нарастает не только жара, но и детская смертность. На территории Смоленской области уже появилась трагическая статистика по несчастным случаям на воде. Призыв к осторожности и внимательности прозвучал по всей береговой линии водоёма. Купание в необорудованных местах запрещено. Пожалуйста, аккуратнее. У нас на территории Смоленской области уже три подростка погибло. Берегите, пожалуйста, себя. Смотрите, пожалуйста, за детьми. Повышенный контроль за необорудованными пляжами. Купание в таких местах повышает риски. На них отсутствуют зоны купания для детей, оградительные линии и спасательные вышки с сотрудниками. Конечно, запретить купание на диких пляжах из области невозможного. Но сотрудники ГИМС надеются, что их регулярное патрулирование повысит бдительность и внимание родителей к своим детям. Купание в таких местах запрещено. Повышаются риски и что может привести к печальным последствиям. Особое внимание мы уделяем взрослым на недопущение случаев происшествий на водных объектах. Обращаем внимание о том, чтобы взрослые смотрели за своими детьми и не допускали одиночного купания детей. Чтобы отдых не обернулся трагедией, нужно оставаться рассудочным и бдительным даже тогда, когда кажется, что ничего не может случиться. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 2 июля в Десногорске солнечно, вечером возможны грозы. Днем температура воздуха плюс 26, ночью плюс 16. На сегодня выпуск завершен. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»